наверное еще остались олдскульщики как я, которые любят седьмую винду старая добрая седьмая винда, я тут значки под себя подпиливал, кругленькие как на андроиде, но пришло время 11 винды, короче купил ноутбук за 20 долларов за 20 долларов купил ноутбук под восстановление вот, восстановил, матрица разбитая буду менять, обойдет наверно в долларов 50-100 короче вот 1.2 гигабайта потребляет всего лишь, это я macrosoft team отключил, так было где-то 1.6, 1.5, 1.4 даже, но так 1.2 гигабайта, то есть вообще мало потребляет она, это винда, то есть она даже под слабое железо пойдет спокойно, то есть хорошая альтернатива семерки, у кого слабый комп, кстати прозрачность какая интересная, это я установил программу, сейчас скажу, вот это вот эта, нет, не помню так вот этот ноут, что купил за копейки, вот характеристики, да, так по программе сейчас скажу вот программа start all back вот как-то так попользуюсь в общем этой виндой и наверно запишу обзор как она по удобству, как она поддается кастомизации какой-то, тюнингу, какой-то настройке, мануалу, вот и ноут этот начиню тоже наверно ради интереса так что вот как-то так, спасибо всем за просмотр интересная такая получилась плавность градиентов так что вот так вот вот как так вот